На сборах 14 плавцов это часть команды по подводному плаванию. В Сочи они приезжают не первый раз и, конечно же, тренироваться здесь им нравится, поскольку климат мягче, чем, например, в Красноярске, откуда родом чемпионка Европы по плаванию в ластах Анастасия Жаткина. Сейчас, после чемпионата Европы в Италии, где 19-летняя спортсменка завоевала золото в остатке 4 по 200, она ставит новую планку и упорно тренируется. Не все дается легко, но с трудностями привыкла бороться. Тяжело, наверное, работа в тренажерном зале, силовая работа любая, большой технический объем на воде, это, наверное, самое тяжелое всегда было. Также тяжело очень настраиваться на старт и готовиться психологически к старту. Полтора-два часа в воде утром и столько же вечером, а в промежутке тренажерный зал. Максимум 6 часов в день серьезной подготовки. Впереди у пловцов осенние старты. Это чемпионат Европы по дайвингу в Литве и финал Кубка мира в Польше. На воде это обычная тренировка, как у классических пловцов, так и у нас. Это упражнение серийное плавание по 50, по 100 метров, по 200 метров. Дистанционное плавание от 800 до 2 километров. Различная отработка элементов старта, поворота, передачи эстафет. В спорткомплексе Александр Корейна пловцы будут заниматься еще неделю. И как показал предыдущий сезон, когда в Италии из 31 награды 16 медалей завоевали россияне, подготовка в Сочи весьма результативна. Елена Всецина, Ярослав Пархаев, телекомпания ФКТ.